Этот человек похудел за год на 60 килограммов. Стимулом для его похудения стала влюбленность. Все секреты своего похудения он очень скоро раскроет прямо здесь. Звездка про неймоверное схуднение Олександра Порядинского приголомшила всех. Адже участники X-Factor 4 и руководство проекта памятают его совсем другим. Я помню самого-самого обычного мальчика, который вышел на сцену X-Factor тогда и от которого, в принципе, ничего не ждешь. Когда Саша запел, вот это тот редкий случай, когда зрительный зал встал на второй строчке. Тогда Дубцова плакала, потому что, ну, наверное, не было ни одного человека в зале, кого это не зацепило. Первый раз мы увидели его, когда его мама провожала тренировочный лагерь. Сумки, сумочки, там их собрал все время на море, там, знаете, на месяц. Ну, он должен победить и все, тут вообще без... Потому что это не перевершено. У него такой пиджак длинный, заведующий мясокомбинатом. Кругленький, смешной, и у него был классический костюм серого цвета. И он подкатывал брюки до колена, у него носки были подтянуты тоже до колен. Туфли вот эти классические с острыми носками. И пиджак тоже отсюда. И он ходил и чудил сиренема там. Мы его трепетно любили, его всегда хотелось подергать за щечки. Да, щечки ту-ту-ту-ту-ту. Там толстенькие, ту-ту-ту-ту-ту. И кличек у него было много. Пирожок, пахан, поря. Панда-кун-кун. Кодовое название булочка, так он, собственно, до конца проекта и прошел. То есть он был душечкой компании. Бабушкина радость такая. Да, была эта фишка, я думаю. У него всегда была история, Саня, я к делам, все доброе. Все, что его, возможно, тревожило по поводу лишнего веса, все носил в себе. Для нас главной задачей было сделать так, чтобы на сцене он выглядел органично. Он пел песню «Вчителька тик», и ему надо было там танцевать. Он не мог ее петь, потому что он в середине уже начинал задыхаться вот из-за этого веса. У него все получилось, но было слышно, что у него с дыханием были перебои. И он с юмором к себе даже относился, да, он был такой самокритичен. Как он танцевал, видите, все. Такого нельзя говорить на камеру, там были моменты. Ну, это всем нравилось. И у него тут такое пузо огромное, и он делал вот так вот волнуй. А еще он умел доставать вот до лица вот свой живот и целовать его. А на проекте он еще не до конца осознавал серьезность там, своей полноты. Я знаю, что у него там была какая-то света. Раскрывая секреты, ну как, она как бы была не его, но он так хотел, чтобы она была его. В 15 лет, ну, девочки хотят видеть перед собой просто принца. То есть они все смотрели там на Никиту Ломакина. Мы просто смотрим фотографии, да, за 14-й год, потом бац, там буквально проходит полгода и новая фотография. И Саня полностью преобразился. Вообще мы в шоке. Удивительно и круто, что так все случилось. Я думаю, что он совершил невероятное просто усилие над собой. Для меня это подвиг огромнейший. Встречайте, Александр Порядынский. Здравствуй, Сашка. Рада тебя видеть снова у себя в гостях. Да, мы все прекрасно помним то откровенное интервью, которое дал нам Александр. Поделился секретами своей личной жизни, планами в творчестве и историей своего похудения. И мы договорились, что он придет в гости во «Все будет добро» для того, чтобы показать комплекс упражнений, который помог ему избавиться от лишних килограммов правильно. Подтянутый, стройный. Замечательно выглядишь. Я тоже очень рада снова быть у вас в гостях. Я уверена, что те упражнения, которые ты сегодня покажешь, будут полезны не только тем, кто уже похудел, но и тем, кто находится в процессе похудения. Правильно? Эти упражнения направлены на то, чтобы задействовать все группы мышц и улучшить кровообъект вообще. Скажи, есть ли противопоказания у этого комплекса? Я так понимаю, что упражнение достаточно тяжелое? Так, главное противопоказание – это сердцевое судение, захворювание. Если у кого-то есть, то лучше проконсультироваться с лекарем. Я вижу, что ты приготовил гантели. Если у вас нет гантелей дома, то вы можете использовать любые утяжелители, например, бутылки с водой. Очень удобно, и мы так неоднократно делали. Берем гантели по три килограмма. Ноги на ширине плечей, руки зигнуты в локтях, в долоне, дивляться в середину. Поднимаем руки в гору, опускаем вниз в середнем темпе на протязи хвилин. Ци правы задеяны плечевые мязи и трицепс. Отличное упражнение для разогрева. Напрягли все мышцы рук, грудной клетки. Если мы правильно делали, то и весь корпус должен быть напряжен, иначе будешь вот так стоять, шататься. Сашенька, ты знаешь, у меня для тебя тоже есть сюрприз. Надеюсь, он будет для тебя приятным, хотя мне показалось, что он тяжеловат. Пожалуйста, внесите или втащите, как получится, сюрприз. Вот таким вот образом. Я вообще его почти с места не могла сдвинуть. Спасибо вам огромное. Саша, ты говорил, что когда начинал худеть и тренироваться, особенно тяжелым для тебя был бег, прыжки. Да? Очень-очень тяжело. Если я иду на гору, то я просто развертался и ушел в задки. Я попросила притащить вот этот тяжеленный рюкзак, практически 60 килограммов, твой вес прошлый, для того, чтобы ты на себя его надел и в таком виде попрыгал или побегал. Что у тебя получится? Прошу тебя. Сможешь? Я спробую. Давай аккуратно. Молодец. А теперь давай, пошел, Саша. Ой-ой-ой. Все, спасибо. Ты доказал, что сейчас ты это можешь, хотя тебе очень тяжело. Я сам не могу поверить в то, что еще рік тому я носил всю вагу на себе. Я поздравляю тебя, что ты все-таки смог от них избавиться. Оттащи его, пожалуйста, чтобы мы его уже и не видели. Ну как ты, нормально? Да, хорошо. Будем продолжать? Так, отжимание с перекатом, где мы переносим вагу в две руки на другую. Это тоже нужно целую минуту будет делать? Так. Это стандартная позиция отжимания, вес переносим в одну руку, потом в другую. Кому тяжело, стандартная позиция может делать с колен. Я так и начинал. Я так и продолжаю. В этих вправах задеяны трицепсы, дельтовидные мязи. Угу, хорошо. Мощное упражнение. Переходим до наступной вправы. У простонародец эту вправу называют книжка, або просто скручивание. Упор идет на руки. Потребно это делать в среднем темпе протягом 60 секунд. У нас тут працуют прямые мязи и внешние косые мязи из живота. Молодцы мы, правда? Я так понимаю, что это благодаря мне мы сегодня такие паузы между упражнениями делаем. А ты в зале, наверное, непрерывно, да? Взагалі, взагалі краще без пауз. Але чувствовать по собі лучше. Чуть-чуть отдышался і вперед. Наступна вправа – це підйом ніг. Піднимаю на 45 градусів. Робимо протягом 60 секунд. Вот именно, что когда делаешь правильно і долго, начинають мышці все дрожати. Ігорь Абуховський, наш тренер, говорив, що це значить – делайте упражнення правильно. Так що ми з тобою правильно делаємо. Дякую, я з цим згідний. І після цієї вправи дуже гарно підтягується мязи живота. Наша останння вправа – це потрібні випадки. 15 разів на одну ногу. Угнал? Так, давай. Вся вправа спрямовано на підтягнення мязів стеганта 17 і сприяє швидкій підтягчці. Так, я почувала, як напрягаються мышці і збивається дихання. Тому то, як сказав Саша, що треба це упражнення в течіні минути робити, потім буквально 5 секунд отдохнуло і следующее – це дійсно больша нагрузка і тренування дуже інтенсивна. І це ще не все. Ці вправи потрібно робити 3 рази на тиждень, мінімум 40 хвилин, мінімум 3 підходи. Звісно, за 40 минут вимотаєшся так. Я ще хотів розказати свій невеличкий секрет, достореження таке. Для людей, які хочуть схуднути більшість на 10 кілограм, то вони замотуються в всякі пленки, вдягають. І ось ці шорти для похудіння. Шорти антицеллюлітні. Точно, точно. Якщо вам треба кинути більше, ніж 10 кілограм, цього нельзя категорично робити. Це допоможе вивести зайву воду з організму. Але якщо ви це зробите, то ваша шкіра гарантовано буде вищою. Так. Саш, спасибо тебе огромное за цей комплекс упражнений. Саша, во время нашої прошлой встречи ти приоткрыл завесу тайны своєї личні житні. І у тебе в соціальній сети на страниці статус влюблён. І песня посвящена девушці, которая тебе дуже нравится. Як відношення розвивається? Все в порядці? Так, у нас все добре, ми зустрічаємся. З'явилась недавно нова пісня «Люблю тебе». Ну, що, ми готові її услышати прямо зараз. Олександр Перединський! Говорив собі, вона така єдина. Принцеса роз, колюча і палка. Слова кохання, говорив тобі я. Але навіщо ті слова, якщо не відчуваєш мого серця биття? Пісні писав, в коханні розчинявся, а ти сказав, ми просто друзі. Люблю тебе, як квітка сонце, тягнусь до тебе, як лоза. Чекаю я, фортеці раю на тебе, душа моя. Бо ти мій світ, моє повітря. І хай би щось не було, коханні моє. Бо тебе вічна душа моя. Це ти і я. Здорово, здорово, Сашенька. Меніка жінка, чим дальше, тим лучше ти поєш, тим лучше пісня твої становиться. І тим лучше ти выглядеш. Вообще на пользу йдет человеку похудення. Спасибо! Субтитрувальниця Оля Шор